здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами будем лепить вот такого замечательного олова надеюсь видео вам понравится так что подписывайтесь на мой канал нажмите пальчик вверх и начинаем и так для ног нам понадобится по 10 грамм мастики на каждую ножку нам быть должна довольно таки устойчиво но при этом не сильно большая то есть не вытягивайте и очень сильно она в принципе у него достаточно маленькая вторая ножка ножки должны быть одинаковы не забываем об этом никогда то есть всегда их примеряем смотрим чтобы высота была примерно одинаково так тоже можно поровнять видите они ровные так теперь делаем тельце для тела нам понадобится 60 грамм сначала скатываем шарик смотрим чтобы у нас не было заломов мастичных всяких таких то есть шарик должен быть хороший дальше мы его слегка приплюснем и вот так закатаем видите видите какой он получается и верхняя часть тела на нее нам понадобится 20 грамм мастики в верхнюю часть тоже качаем катаем шарик так и тоже ее делаем приплюснутой и немножечко вот так вот формируем то есть она должна хорошо у нас прилегать на эту часть тела то есть не быть сильно отдельно потому что если вы посмотрите на картинку улафа то вы увидите что у него как бы она хорошо прилегает то есть может быть даже так вот скалочкой слегка то есть вот так вот так теперь берем наш пенопласт ставим на него ножку и наше тело нужно теперь так чуть чуть нагнуть так вот и прикладываем к ноге то есть смотрите чтоб шпажка проходила четко вот так для того чтоб потом мы наверх смогли установить нашу голову вкручивающими движениями вставляем нашу шпажку аккуратно не нужно давить то есть давим только тогда когда уже пошло сопротивление все шпажка вставлена птицы можно еще вот здесь вот так поджать то есть смотрите чтобы не было сильно разлома так теперь берем кисточку берем кондитерский клей который можете сделать сами из смс или водичку тут уже говорится чем вам удобнее просто клей конечно надежней и к нему лучше прилипнет деталька так ставим нашу ножку пока наша нога будет подсыхать нужно ее чем-нибудь подпереть не знаю даже чем она вроде под держится уже схватился клей отлично все фигурка подсыхает если что можно прийти вот к такой маленькой хитрости то есть ставим шпажечку она будет слегка поддерживать нашу ножку не будет давать ей скатиться вниз и упасть так все пока наше тело тело подсыхает будем лепить голову так для головы нам понадобится 50 грамм мастики опять же хорошо выравниваем чтобы нигде не оставалось никаких швов все должно быть аккуратненько и начинаем формировать голову и так сначала вытаскиваем не знаю даже как сказать его глазки или место где будут находиться наши глазки и потом вот так пальчиком намечаете вот так остальную часть мы как бы раскатываем вытягиваем вот так вот вытягиваем ее вытягиваем эту часть если что можно вот так вот помочь стекам и вытягиваем и вытягиваем формируем голову формируем и вытягиваем формируем вентиляторы вытягиваем Так, ну, в принципе, мне кажется, уже хватит. Так, еще один важный момент. Отделяем как бы шею. Так, теперь формируем, не знаю, как даже сказать, что это, носик, не носик. Так. Так. Вот видите, получается, когда мы формируем вот это отверстие для рта, вот появляется тот самый бортик, который у него есть на ротике. Это очень хорошо, потому что не нужно дополнительно будет приклеивать кусочек мастики, а он будет сам уже единым кусочком, так, выступать. Так, вот видно вам? Надеюсь, что видно. Дальше делаем отверстие для глаз. Сейчас у него они достаточно близко расположены друг к другу, то есть обращайте на это внимание, они не должны быть далеко друг от друга и у него они довольно-таки большие. Дальше делаем такие глубокие отверстия для того, чтобы поместить такие довольно большие глазки. вот так. Теперь берем горную мастику. нам нужен небольшой кусочек. Мы его сейчас будем вставлять в наши отверстия для глаз, чтобы была четкая граница. Мне кажется, большеватая, поменьше. вставляем. И вот так вот аккуратненько. Делаем такую впадинку. У меня мастика имеет хороший гибкий слой, поэтому я не буду клеить клеем. То есть если у вас мастика достаточно суховатая, то лучше смазать или водичкой или клеем. Смотрите-ка, чем вам удобнее. Смотрите. Готово. Теперь я предлагаю сделать сразу рот. 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 Примеряем. Смотрите, я аккуратненько так нанесла, сейчас я сниму и у меня остаются следы, вам наверно не видно тут на видео, но не видно, вот примерный размер его рта. Так, даже можно и чуть меньше, так, отрезаем, аккуратненько приклеиваем, опять же я повторюсь, у меня мастика имеет хороший липкий слой, поэтому я не буду ничего смазывать, а просто приложу, оно и так все там отлично приклеится. Так, убираем пока. Так, теперь берем кусочек белой мастики, формируем глазки. В случае олафа, глазки должны быть слегка выпуклые, то есть не так как мы обычно делаем, что они у нас равны в падинке, а здесь наоборот. Так, даже маловато, то есть нужно и больше. я бы даже еще больше вот туда сделала глубину. вот так вот, а тут большие матики. Так, вот. Так, вот. не забываем что они у него расположены близко нужно их как бы слегка подтянуть видите уже да так и теперь место для нашей морковочки аккуратно сильно не давим чтобы не деформировать нашу фигурку то есть аккуратными движениями делим впадинку видите для морковочки берем мастику оранжевого цвета формируем морковочку и начинаем примерять мне кажется что морковка даже очень сразу подошла так теперь формируем его зубки сразу смачиваем место делаем зубки берем небольшой кусочек формируем зубки мне кажется можно и побольше так 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 Продолжение следует... Вот такие вот лапки получились. Так, теперь мы сразу нарисуем глазки, потому что когда мы приклеим морковку, будет уже проблематично это сделать. Рисую я пищевыми красителями Америколор. Кисточку не могу сказать какой номер, потому что уже все стерлось. Ну, я думаю, что где-то единичка, наверное. Так. И я думаю, мы сразу нарисуем бровки. Бровьки. Так, теперь можно приклеить нашу морковку. Так, и у него есть небольшие блики на глазках, но они очень-очень маленькие, поэтому нужно скатать прям супер-пупер минимум блика, потому что без блика глазки не такие живые, кажется, то есть вот такой прям микробик. Вот, надеюсь вам видно. Очень маленький беру кусочек и делаю ему блик. Потом этот блик мы белой красочкой покрасим и он будет более ярко выраженный. Видите, вот совсем вот такие малепусенькие, прям вообще очень-очень маленькие. совсем практически незаметные. Так, и я сейчас их белой красочкой. Вот видите сразу, насколько ярче стал блик. Так, и белой краской. Все. Пока. Все. Так, теперь давайте примерим голову. я предлагаю не делать такую высокую шпажку, так как наша голова должна стоять слегка наискосок. то есть шпажка должна быть намного короче, чтобы не деформировать голову. Так, что этого нам хватит. Так, еще раз проверяем, чтобы у нас тут все было аккуратно. опять же очень аккуратно вставляйте, чтобы не деформировать голову. То есть максимально медленно. И чтоб вот теперь не было вот здесь вот этого залома, мы вот так вот аккуратненько оттиском, вот так вот. Как бы подтягиваем мастику. чтобы наша голова была едина с телом. Сейчас я поставлю вот так вот, я вам поставила камеру поближе, чтобы вам было лучше видно. Вот так. Так, дальше делаем ему камешки, которые украшают его костюмчик. У него их три. Сделаем небольшие. Они имеют неровную форму, поэтому не нужно делать, чтобы это были прям как шарики. Слегка их пальчиками изгибаем, ломаем. И вот так, здесь их видно. gradим кинок, где они и по-другому все-таки. И вот так. Поехали. Я масло. Моя масло. Он так смотрит в камеру, как он смотрит на меня. И теперь делаем руки. Для этого я беру проволоку, у меня 24, она довольно-таки тоненькая, но в принципе я считаю, что ручки у него тоже очень тоненькие, поэтому сильно толстая она проволока не нужна, поэтому заранее делаем две дырочки, в которые будет потом входить наша мастика. Так намного удобнее потом ее вставлять. Две дырочки прокололи и примерно отмерили, какой длины у нас будет рука, я считаю, что такой мне хватит. Отрезаем две равные части и теперь начинаем делать ручки. Берем мастику темно-коричневого цвета, чем темнее, тем лучше, но не черного, потому что у него ручки такой темно-коричневый. Наши проволоки смазываем клеем или водой. И теперь нужно эту колбаску сюда закрепить, на эту проволочку. Прямо ровная колбаса. Маска нам не нужна, потому что ручки у него там такие разные толщины, то есть как бы не добиваемся идеальности. Здесь сразу делаем такое немножко толщение, для того, чтобы нам потом сделать ручки. Аккуратненько. У него три пальчика, разделяем на три пальчика, у него одинаковой ширины. Еще есть у него один небольшой пальчик, чуть ниже. такой вот коротенький, вот такая ручка. Можно также ее вот еще стыком подмять, придать ей неровности. так, теперь давайте примерим ее на нашу фигурку. так, я даже думаю, что она длинновато была, чуть-чуть я обрежу сразу. так, круглозубцами или чем вам удобней. Берем нашу ручку и вставляем ее в дырочку, которую мы заранее прокалываем. Рука отлично подошла, примеряем. Еще один плюс тонкой проволоки, что можно руку согнуть в процессе уже и теперь смачиваем опять клеем, приклеиваем ручку к телу. Ручки раздвигаем. Так, одна ручка здесь. Готово. Так, теперь формируем вторую ручку, опять смазываем проволоку. Клеим, чтобы было проще приклеивать мастику. Катаем такую колбаску. Приклеиваем ее к нашей мастике. Потом ее как бы вот так вот защипляем. Сразу здесь делаем утолщение для наших будущих пальчиков. слегка вытягиваем. Нашу ручку. Теперь разрезаем на три пальчика. и один маленький. Он у меня чуть ниже находится. Пальчики одинаковые, поэтому если вот такой толстынчик получился, мы его обрезаем. Сразу формируем неровности, как и на предыдущей руке, так как у него ручки разные. Толщины вот такой, они неровные у него, чтобы было более правдоподобно. И опять берем круглозубцы и аккуратненько в дырочку вставляем в нашу руку. И опять формируем изгиб. Если все устраивает, смазываем дырочку нашу клеем и приклеиваем нашу руку. Так, и осталось у нас теперь сделать только волосы, челку, не знаю как это назвать. Но я думаю тут лучше обходиться без проволоки, просто скатать вот такие вот тоненькие колбаски и дать им полежать посушиться, а потом их аккуратно приклеить. Конечно можно это сделать и с проволокой, но мне кажется, чем меньше проволоки тем лучше. То есть катаем колбаски и оставляем их сушиться. Их лучше даже ровными оставлять, а уже потом в процессе что-то легонечко подогнуть. Так, делаю у него там три таких колбаски на голове. И пока они у нас будут сохнуть, мы с вами затонируем нашего снеговичка. Наши волоски сохнут, а мы будем заниматься тонировкой. И в первую очередь я предлагаю на морковке сделать белые полосочки. Даже после тонировки они все равно будут слегка видны. Вот. Потом мы подтонируем и они не будут такими яркими, но при этом они останутся и будет видно, что это как бы у нас натуральная морковочка. Тонировать я думаю лучше всего бледно-голубым цветом. Кстати, вот хочу похвастаться, купила на алиэкспресс вот такие замечательные кисточки. Они идут разные в наборе, очень замечательные для тонировки. То есть тут они всякие, всякие разные длины и формы. Просто суперские. Если вам будет интересно, пишите, я скину ссылочку, где заказывала. Итак, тонируем. Очень легко, потому что улов он практически белый. То есть легонечко, легкими движениями. Вот так вот придаем. Тонируем мы сухими красителями. Также можно купить цветочная пыльца. Есть такое. Тонируем. Он тоже для тонировки используется. Это продается в кондитерских магазинах. Правда, у меня их нет, но палитра очень большая. Тоже очень хочу их все-таки заказать себе. Так. Все легонечко. Эти кисточки, они очень мягкие, очень классные вообще. для тонировки, самое главное. Мне кажется, что уже, в принципе, хватит. так. И морковочку. Морковочку нашу поклонируем. Сильно тоже я тут увлекаться не буду, так как краситель у меня еще не совсем засох. Очень аккуратно. Не знаю, видно вам. Смотрите, видите. Остались белые прожилочки, но при этом морковочка выиграла другим цветом. Можно, конечно, не тонировать. Тут смотрите сами. Это по вашему желанию. Ну просто мне кажется, когда есть тонировка, фигурка словно оживает. То есть вот эти вот разные цвета, тени, она просто начинает оживать. Так. Ну и делаем немножечко совсем легкие блики на наших камушках. Совсем чуть-чуть. Кисточка. То есть так очень-очень легко. Совсем аккуратненько, чтобы они не были очень яркими, не кидались в глаза. Так. Легкий-легкий такой блик. И еще покинем пару бликов на его ручки. Тоже ручки сразу как будто бы оживают, когда есть блик. Вот. Смотрите, видите, очень-очень аккуратненько. Снова видно? Там поближе. Так. Теперь, надеюсь, мои волоски подсохли, и я смогу их приклеить. Сразу чуть-чуть. Так. Ну попробуем. Так. Аккуратненько. Вставляем нашу волосиночку. Ее будет штормить, поэтому лучше даже сначала ее сделать совсем чуть-чуть, когда она подсохнет, можно еще сделать И последняя лосиночка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok